всем привет дорогие друзья у нас сегодня как всегда пасмурно на улице не очень радужно но тем не менее как обычно у нас все светло тепло и влажно растения полили мы вчера опрыскали чувствует они себя хорошо радуются к нам приезжают гости и это приятно это здорово и это замечательно что я хочу сказать я сегодня вам хочу сказать по поводу питомников потому что у нас очень часто звучат вопросы из какого питомника растения откуда ваши растения и так давайте мы с вами поговорим про питомники начнем с того что приезжают растения из голландии что значит голландия то есть очень часто мы слышим именно слышим и многие пишут о том что вот эти растения приехали из голландии до растения например комнатные растения они приезжают голландии но не все растения которые приезжают оттуда закупаются из голландии они не все выращиваются в голландии да и есть питомники есть садовники есть теплицы в голландии в разных городах где они выращиваются я бы даже сказала доращиваются не совсем вращаются наращиваться из маленьких маленьких растений с семян и отростков и так далее в основном же основная вся масса идет выращивание в других европейских странах италия испания португалия тёплые теплые средиземноморские страны там выращиваются и потом все это везется голландию голландию везется и у них огромные теплицы голландские как-то я вам писала статью вам показывала там находятся эти растения продаются на веб-шопах и так далее то есть это приводит привозится либо привозится по заказу либо это уже есть наличие но тем не менее еще раз повторяю что очень часто можно наблюдать на растениях на растениях стоят паспорта 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 сейчас я вам постараюсь показать вот смотрите видите паспорт здесь мы видим что нидерланды и указан указан источник сайт если вы видите это тоже голландский сайт но скорее всего скорее всего возможно это как раз вот тут вариант о котором я говорю то есть черенок этого растения был привезен из италии и доращивался в голландии голландцы голландская компания чей сайт они поставили свою бирку до сто процентов то по бирке вижу да так она и есть как я вам сказала поставили свою бирку и поставили паспорт этикетки что это выращено что это растение из голландии на самом деле на самом деле еще раз говорю очень часто вот как цитрусы помните вам рассказывала говорила что цитрусы привозятся есть фирма забыла я кевер кевер как это такое сложное название они привозят цитрусы из италии но ставят на горшки свои бирки и обозначают что это голландские растения хотя выращены они в италии сто процентов здесь видимо такая же история так вот опять же про растения что комнатные растения что цитрусы и иногда бывают даже экзотические растения которые привозятся из голландии ставятся под опять же только что он показал под биркой голландии хотя растение выращивались в италии я это опять же к чему говорю про питомники если вы посмотрите то сложно иногда сложно иногда говорить о том что это растение из какого питомника почему потому что например вот я вам показываю кункваты да то есть бирка вот такая вот бирка ну я не знаю что это за питомник можно конечно поискать по бирке здесь не указано здесь указана италия хотя вот это растение но приехала из голландии то что я вам уговорю от стену куплено было в голландии на голландском веб-шопе но растение из италии итальянская поэтому когда вы задаете вопросы по поводу из какого это питомника ну иногда сложно ответить какого питомника да есть известные всем известные питомники про которые мы всегда пишем и говорим например цитрина она узнаваема у нее цветные горшки и эти растения всегда выращиваются на подвое летящего дракона либо они укорененные и мы вам эти растения всегда показываем акцентируем но опять же опять же я повторюсь опять же вам еще расскажу о том что это не голландия очень часто цитрину путают и называют что это растение голландские это не голландские это португальские растения то есть их выращивают в португалии и привозят их в голландию в голландии у цитрины огромные теплицы где они стоят доращиваются и разъезжаются во многие страны поэтому по этой причине эти растения считаются голландским на самом деле выращивание происходит в португалии и у нас есть статья можно посмотреть в разделе статьи то есть про этот питомник про питомник цитрина я рассказываю пишу по названиям по характеристикам еще раз повторяю что этот питомник либо идет укоренение несет скорее всего укорененный кажется лимон мера скорее всего укорененный очень плохо что он укорененный кукле привиты на летящего дракона именно именно этот питомник прививай далее смотрим например вот есть до укорененный все правильно друзья лимон мера укорененные есть питомник вот такой питомник это голландский питомник да это по-моему голландский питомник вот они выращивают такие маленькие растения опять же вот голландский питомник это тоже голландский питомник они выращивают доращивают выращивают нужно выращивать растения поэтому здесь говорить о питомниках ну вот ну это ничего это ничего абсолютно ничего вам не даст давайте лайма они укорененные на своих корнях растут всеми известный питомник оскар тинтери он находится на сицилии той простите нет не на сицилии на полуострове город пеша я думаю об одном говорю другое простите значит всеми известный питомник оскар тинтери тоже мы про него очень много рассказывали замечательный питомник питомник оскар тинтери славится тем что до растения у него производится невысокого роста в двадцатом горшке и в двадцать втором горшке двадцать второй горшок вы видите большой в данном случае вот именно конкретно это растение привито на кориза потому скорее всего это кориза по своей структуре а в основном сейчас последние годы питомник прививать на волкомериану раньше прививали на макрофилу иногда можно встретить цитрусы из питомника оскар тинтери привитые на макрофиле то есть иногда попадается такое бывает иногда сложно сказать предугадать но в основном сейчас прививает этот питомник как и все остальные итальянские питомники на волкомериане и так питомник оскар тинтери это семейный большой питомник находится еще раз повторяю что он в италии город пеша на полуострове и выращивают они редкие сорта цитрусов в общем-то темой примечательный этот питомник тем что сорта действительно редчайшие классные хорошие берут они эти сорта из разных источников в том числе есть некоторые сорта полученные из калифорнийского университета риверсайд дальше значит что касается на что привиты подвой да я вам сказала что подвой волкомериана в основном волкомериана опять же еще особенности этого питомника в двадцатом горшке в основном подвой вот смотрите получается невысокого роста то есть получается что штамп короткий невысокий штамп 22 горшок бывает высокий штамп и бывает невысокий штамп получается что виде вот такого как куста то есть формировка тоже происходит по-разному сейчас я вам еще раз покажу чтобы было понятно о чем идет речь вот смотрите 22 горшок у нас бергамон из питомника оскар тинтере видите то есть штамп невысокий поэтому создается ощущение что это такой как бы куст поэтому есть два варианта формировки из этого питомника это первое низкий штамп и высокий штамп то есть как бы вот ощущение куста получается у нас и так два в основном в основном то есть два вида два размера из этого питомника это 20 горшок 22 в двадцатом горшке грунт легкий я бы сказала такой как правильно это выразиться кокосово-кокосово-кокосово-трофяной субстрат иногда попадается иногда попадается вот удобрение удобрение из питомника оскар тинтере такие вот желтые гранулы пролонгированного действия не всегда не во всех горшках но иногда можно их наблюдать это удобрение действительно очень классно качественно по поводу удобрения я уже неоднократно рассказываю поварила мы на протяжении там двух-трех лет мы постоянно раньше до пандемии постоянно приводили это удобрение удобрение очень хорошая действительно качественная спустя спустя время и все ситуации которые происходят у нас мы знаем вы знаете что у нас санкции и к сожалению пока что на данный момент привести это удобрение невозможно но мы ищем пути и альтернативы как только будет какая-то возможность обязательно напишем обязательно привезем однозначно потому что удобрение действительно классная далее что касается тинтере растение еще раз напоминаю что вот вы видите да что они невысокие где-то примерно от 40 сантиметров и выше почему мы устанавливаем размеры высоту для вашего же понимания то есть в питомниках как правило обычно питомник тот же оскар тинтере они пишут горшок но они не пишут высоту растения и тоже были вопросы откуда вы берете вообще почему вы пишете еще раз говорю о том что мы пишем исключительно для вашего понимания поскольку мы получаем эти растения на протяжении уже многих лет мы знаем высоту растений какие приезжают а приезжают зачастую очень часто последнее время даже бывает то если обратите внимание то есть растение в двадцатом горшке одна ветка и высота у него 40 сантиметров поэтому мы предупреждаем чтобы никому было не обидно что до бывают вот такие малыши к сожалению цена высокая за эти растения поскольку еще раз говорю мы приобретаем сортовые растения то есть мы платим за сорт за сорт да и бывает что ну достаточно дорогое удовольствие согласна ну как вот так вот далее раньше да раньше была возможность и мы привозили из этого питомника в двадцатом горшке то есть там были растения 60 и 80 сантиметров они были пышные но после пандемии как только вот ситуация произошла мы стали получать растения гораздо меньшего размера причина в чем причина тут несколько моментов почему потому что у питомника у питомников большой спрос на их растение растение разъезжается по всей европе потому как вот я общаюсь да я вижу другие форумы смотрю изучая читаю общаясь с иностранцами они популярны они популярны и их очень хорошо разбирают во всей европе более того опять же много раз читала и слышала теорию о том что нам в россии отправляют всякая всякий неликвид это неправда это неправда еще раз у меня есть подтверждение на других группах европейских у меня есть запись из форумов где такие же цитрусоводы любители как в нашей стране европейские они выставляют фото полученных растений там тоже самое те же самые проблемы все то же самое освещается и те же самые размеры все то же самое и поэтому говорить о том что нам что-то под вернее так что мы выкупаем неликвид за копейки это неправда цена установлена единая для абсолютно любых покупателей независимо от того что покупаете оптом и либо вы покупаете не оптом там установленные ценники они работают официально платят налоги соответственно цена единая это про питомник оскар тендери замечательные люди работают еще раз говорю это семейная семейная фамильная такая фильм фамильный питомник и тут уже на ваше усмотрение хотите вы покупать дорогое растение сортовое до сортовое но будет всегда дороже и так питомник оскар тендери различные сорта сейчас у нас осталось небольшой выбор из этого питомника у нас есть апельсина обломбус мандарин кингс вития помыла помыла сарзана помыла фрутороза помыла 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 сейчас помню еще ведь уже все забываю как-то у меня это все печальненько дальше мандарин наш ран аму а 8 оттуда же мандарет клементин нова апельсина вот дурета горгана опять же вам показала бергамот кастаньяра апельсин валенсия апельсин мессина тарока мессина так фрутороза помыла помыла тимор грифу донкан саровак помыла как бы выбор остался совсем небольшой что касается закупок будем ли мы закупать это питомник однозначно дал поскольку еще раз говорю что в этом питомнике много очень хороших редких сортов и растения тебя чувствуют достаточно хорошо конечно нужно соблюдать условия нужно понимать что это все живые организмы далее что касается других питомников мы привозим растения в глине что я называю понимаю под словом глина суглинистый супещанок если быть точнее то есть это вот растение которое я вам показываю они продаются вот в таких пакетах это не горшки это пакеты и они очень тяжелые грунт достаточно простой упрощенный еще раз повторяю это песчаный суглинок то есть он в общем-то ну тяжелый правда тяжелый на самом деле и растение все растения и продаются на высоком штампе если обратите внимание штамп высокий вы спросите зачем вот эти черные пакеты одеты на стволы это для того чтобы не не было роста по двое чтобы не вырастал по двое поэтому одеваются вот эти пакеты когда растения прививают одеваются пакеты для того чтобы именно стимулировать прививку они рост по двое чтобы по двое не забивал рост прививок ну в общем то потом вот эти пакеты остаются их не убирают и таким образом они приезжают не всегда они на всех вот видите обратите внимание что не на всех значит что касается вот этих питомников которые выращивают вот такие вот интересные необычные растениям подвой может быть все за опять же зависит от питомника есть питомники которые выращивают на волкомеряне иногда говорят что на волкомеряне но иногда еще раз говорю что бывает что попадается и кориза и цитрумела сложно сказать ведь только визуально и вот когда вырастет подвой тогда можно сказать точно что это не волкомеряна в основном же в волкомеряна то есть питомники например трифеллио если вы уже многие знаете да это именно тоже получается что питомник из италии выращивают растения на подвой волкомеряна у них есть растение в глине у них есть растение в горшках 20 горшках в основном там тоже есть разные сорта мы привозили еще раз показываю показываем привозили из другого итальянского питомника называть я вам его не буду потому что это вам ни о чем ничего не скажет и работать мы с этим питомником не будем по причине того что очень дорого то есть дорогая доставка очень дорогая доставка и очень долго я вам уже рассказывала говорила что растение ехали к нам месяц поэтому качество хорошее растение прекрасные сорта шикарные но проблема в цене то есть удовольствие дорогое сорта действительно классный вот я могу назвать что есть у нас апельсин каракара апельсин нюхл торока ипполита торока на цену целярный торока тдв бергамоты феминелла фантастика римона сиракузана апельсины валенсия кэмпбелл валенсия 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 линда навели на вашингтон навол торока торди водичи кули торока альфио далее есть у нас другие сорта тут торока скиара торока скиры торока гала то есть очень много сортов и апельсин и мандарин мандарин торди водичи кули аваноперена на целярный кафин спиноза рубина корсика 2 ну как бы сорта действительно потрясающе действительно очень хорошие и этот питомник вот что еще примечательное положительное плюс этого питомника в том что они прививают по пупу концепции калифорнийского калифорнийского университета каждый сорт индивидуально на другой подвой например например сейчас я вам приведу пример например кафин на цитранж привита видите например тордива а кстати торди воде катали катания очень классный сорт достаточно редкий на цитрумела привит то есть каждый сорт вот например ована торди водичи кули привит на померанец то есть вот каждый сорт прививается на тот подвой на котором он показывает свои лучшие свои качества так делают многие испанские питомники именно в таком направлении это как раз вот то самое которое нам нравится в калифорнийском институте реверсайт где воспроизводят новые сорта и смотрят их на разных подвоях и смотрят какой подвой все-таки больше стимулирует дает лучшие приоритетные качества нужного сорта и вот этот питомник да он просто вот классный одни положительные эмоции плюсы все вот они дают и прирост и пышненькие классненькие живучие очень много плюсов но один вот минус это транспортировка поэтому поэтому пока вот только так транспортировка очень дорогая соответственно цена цена высокая цена на эти растения высокая вопрос куда применимы эти растения эти растения прекрасно и чудно могут расти на балконе они могут прекрасно расти и в квартире потому что получается что если вот у нас подоконник да то вот крона попадает на часть светлого окна растения например как напольный вариант многие выращивают вот именно такие такого плана такого типа такой формировки растения выращивают в оранжереях зимних садах чудесный растет в открытом грунте соответственно в зимних теплицах то есть это уже готовое большое сформированное дерево то есть это дерево тут уже многие смотрят исходя кому как больше нравится вернусь к тентере да то есть это варианты как раз до подоконников что это небольшие компактные более компактные растения то есть опять же смотрите исходя из тех условий ваши условия что вы хотите что вам нравится и уже выбираете опять же то что вам удобней тут уже сложно я где чего-то рассказывали то что очень сложно давать рекомендации почему потому что мы не знаем ваши условия мы не знаем где будет расти ваше растение мы не знаем что вам нравится как вам приоритетеными как он комфортней и так далее то это уже вы должны принимать решение самостоятельно мы только можем визуально показать растения вы выберите про сорт рассказать что мы делаем в общем-то в постах опять же в наших постах можно найти абсолютно любую информацию возможно как там это еще дальше простим чтобы было вам проще но тем не менее обращайтесь мы вам подскажем где что найти вот то что мы говорили апельсин генела красного мяса это рукам или нацелярный далее помыла шедок танжела мапа и мандарин квад индио это вот растение как я говорю что в глине я называю глине что было более понятно о чем я веду речь это первая часть про питомники и я вам сейчас расскажу во второй части оставайтесь с нами никуда не уходите я думаю что вам понравится